В одном из торговых центров Москвы произошел неоднозначный случай. Некоторые СМИ писали, что охранники ТЦ «Отрада» напали на русского мусульманина, совершавшего намаз в здании этого торгового центра. Со слов мусульманина, охранники положили его на пол и надели на него наручники, а потом отвели в комнату охраны, где побои и оскорбления продолжались еще некоторое время. Волей Всевышнего сам Зарубин является начальником охраны в исторической мечети на Большой Татарской. Давайте вместе попробуем разобраться в произошедшем. После Исламского института, где я сдавал сессию, поехал домой, чтобы купить, и по пути заехал в магазин, чтобы купить продуктов. Зашел в торговый центр «Отрада», зашел внутрь, подошел к охраннику, говорю, я сейчас помолюсь, мне нужно помолиться, потому что мусульманин, время выходит. Он сказал, что здесь нельзя, соответственно, в инструкции, я говорю, есть, нет такого, вернее, не ответил даже ничего. Я говорю, инструкция есть? Он говорит, ничего не ответил. Я тогда пошел, встал, там укромное место, далеки от народа, там народ не ходил, в уголку никто даже и не обратил бы внимания. Встал, разделил коврик, снял обувь, встал на коврик прочитать намаз, уже прочитал один ракат. Встал, собралось возле меня несколько человек, один прямо как бы передо мной прошел, вот, и с выражениями несензурной бранью, соответственно, мне пришлось прервать намаз. Я говорю, что этого делать нельзя, потому что я читаю молитву, матом ругайтесь и так далее. Они говорят, ты вообще как бы не должен здесь молиться и так дальше. Потом подошел один из тоже охранников, видать старший из них, с такой животом, говорит, что мои дети вздрагивают от вас. Потом я говорю, в чем проблема, почему от нас мусульман вздрагивают? А он говорит, вы вот такие, 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 значит. Соответственно, как бы я говорю, что у меня есть на то право закрепленное Конституцией, 21-28 статья. На что он сказал, здесь частная собственность, российские законы действуют. Дальше пошла перепалка словесная, соответственно, я говорю, кто ты такой, чтобы как бы мне указывать и так дальше. Он, значит, все-таки выдернули меня оттуда с коврика. И, соответственно, я в носках оказался на полу. Я говорю, хорошо видит такую ситуацию, я говорю, хорошо, дайте мне одеть обувь. Одеваю обувь, они дали надеть обувь, одел обувь, взял коврик и хотел пойти в магазин ОКЕ, чтобы купить продукты. Они мне говорят, нет, пойдешь с нами. Я говорю, я с вами не пойду, потому что на ком основании, куда я с вами пойду. Мне нужно купить продукты. Тогда несколько человек схватило меня за руки. И вот этот животок говорит, наденьте наручники. Я встал, не хотел давать руки, потом несколько человек не могли завернуть мне руки назад. Сбили меня с ног, один ударил спину, другой насыпил на голову. И я все-таки дал им руки для наручников, они одели. Повели меня в дежурное помещение. По пути ударили по корпусу, завели в это помещение. Там находился, я так понимаю, директор, занимался бодибилдингом, накачанным. И второй, наверное, все-таки начальник охраны, я так понимаю, который сидел за столом. И который директор, хотел даже ударить мне головой, я отвернул голову в сторону. Потом ударил мне в грудь, я упал на стул. Вот, и началось словесное унижение, оскорбление. Я говорю, я гражданин Российской Федерации, у меня есть конституционное право и так далее, но все бесполезно. То есть была конкретная брань унижения достоинства моего, оскорбления. Потом ему это мало показалось. Он подошел, поднял мои руки, у меня были за спиной в наручниках, закрепил, зажал наручники так, что у меня синяки остались на запястьях. И кверху эти руки поднимались, чтобы усилить боль. После этого я говорю, давайте вызывайте милицию. Милицию он не вызывал. Он сказал, что я сейчас вызову милицию. Я говорю, пожалуйста, вызывайте. Я говорю, кроме того, еще серзапаса. Назвал личный номер, пожалуйста, проверяйте. Но милиция вызвана не была. И, как я понял, два брата с Кавказа, которые видели все это и узнали меня, когда они меня крутили, надевали наручники, сообщили какому-то своему знакомому. Тот подошел, он тоже был изотнический мусульман, подошел туда и говорит, в чем случилось, в чем дело. Они говорят, что вот он тут читал намаз, молитву свою и так далее, пусть идет в мечети, там читает молитву свою. И он говорит, а в чем здесь предуседительно, чего он такого плохого сделал. Вот, говорит, читал намаз. А пусть читает на улице. Он ответил, а вы же запретили, один человек тоже хотел на улице прочитать, вы его прогнали. Вот, ну, потом у них между собой тоже, тут были перепалка так небольшая, без руганий. После этого они говорят, забираю его с собой, и я вышел с ним. Вышел с ним, потом позвечался с этими братьями, которые, я вообще не хотел как бы не обращаться в милицию, но они говорят, обязательно обращаться, чтобы не было дальнейшего такой узурпации со стороны других людей. Потому что это не первый случай у нашего брата одного, который хотел прочитать молитву на автовокзале Щелковская. Ему разорвали щеку после того, как он встал с молитвы. И, может быть, и у других братьев такие же происшествия были. Соответственно, как бы, я вышел, и после этого я говорю, хорошо, ладно, и пошел в банкей, чтобы купить продукты. Они засняли на камеру то, что я вышел от них спокойно, как бы, да, не на носилках меня вынесли, а спокойно. Говорят, что мы его не били, мило с ним побеседовали. И не показали видеоролик, где они мне забивали с ног, били и надевали наручники, и, соответственно, видеосъемки тоже внутри тяжелого помещения не было. Но там съемка была, но они ее не показали и не представили журналистам. Вот и все. Наверное, нам стоит взглянуть на правовую сторону этого вопроса. Что говорит закон? Допустимо ли совершение молитв в общественном месте или на территории, например, торгового центра? И насколько обоснованы действия сотрудников охраны? На поставленные мною вопросы ответил доктор юридических наук, почетный адвокат России, главный редактор журнала «Религия и право» Анатолий Пчелинцев. Однозначно, охранники не правы. У нас действует принцип верховенства закона, а не инструкции, указов или постановлений. И для закона, действующего на всей территории Российской Федерации, нет исключений в виде отдельных торговых центров, бассейнов и еще чего-то. Молиться можно везде, закон этого не запрещает. Тем более, что это индивидуальная молитва. Так что в действиях потерпевшего я не вижу нарушений закона. А вот бить никого не позволено. Это уголовно наказуемое деяние, и состав преступления со стороны охраны здесь очевиден. Кроме того, согласно статье 148 часть 3 УК РФ «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий», незаконное воспрепятствование богослужения других религиозных обрядов и церемоний наказывается штрафом. Те же деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, а также с применением насилия или с угрозой его применения, наказываются штрафом, либо лишением свободы с лишением права занимать определенной должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет. В ответ на это заявление представители торгового центра сделали официальное обращение, в котором рассказали, как все якобы было на самом деле. Сам же Зарубин дал очень ясный и категоричный ответ на эту мерзкую ложь со стороны представителей торгового центра. Я тут узнал то, что по этому случаю торговый центр Татрада написал опровержение, что мне обидно, как человеку, исповедующий ислам, где ложь запрещена. То, что сотворили, якобы меня они вежливо попросили, чтобы я ушел, и даже написали, что я просил предоставить мне место для молитвы. Сказали, что они предлагали мне другое место для молитвы, что абсолютная ложь. Дальше, что они меня наручники не надевали, не били, не избивали, не мучили, не оскорбляли, а мило сопроводили меня в комнату охраны и мило со мной побеседовали, откуда я вышел, целый и здоровый. И даже показали это на съемке, что я вышел без наручников, и не на носилках меня унесли, а я сам вышел, и они говорят, что они как бы со мной мило побеседовали. Это сплошная ложь, и затрагивает мою честь и достоинство, как человека. То есть они мне объявляют во лжи, что я все это придумал, и даже сказали, что я избил охранников, в своем опровержении, что я их побил, обругал матом, и во всем я виноват, что я вот так вот поступил с ними плохо. Вот это обидно за те действия, которые они сделали. У меня это на сердце лежит, как я человек, я и мусульманин, который должен говорить правду, как есть, и в то же время граждане Российской Федерации, я офицер запасов. И такое отношение со мной, я в своей стране родной, да, в которой я жил, в которой я защищал, и мне не дают спокойно, в соответствии с правами конституционными моими, совершить молитву, никому не мешая, никого не оскорбляя. Они говорят, что я людей пугаю. Значит, получается, что человек, молящийся Богу, он пугает людей. Люди шарахаются от этого. Так что же такое за общество наше, которое отдаляется от Бога? И так превратилась страна в людей, забывшего Бога. То, что раньше было аморально, стало аморально. То, что было аморально, стало аморально. Все исказилось. Да, и человек, молящийся Богу, людей пугает. До этого дошло. А после того, как избивают этого человека, они замалчивают это, не показывают это. Хотя там камера есть. Вот это я хотел бы высказать, и свою боль, которая у меня в легальной сердце. Итак, что мы имеем? Мусульманин, согласно требованиям своей религии, выполнял молитву. Выполнение самой молитвы не является преступлением. Охранники повели себя агрессивно и не дали совершить молитву. Зарубин заявляет, что при этом его оскорбляли и избивали. Руководство ТЦ не только покрывает факт правонарушения со стороны своих сотрудников, но и обвиняет мусульманина во лжи. Эксперты высказали мнение в пользу Зарубина. Зарубин подал заявление в полицию. Мы же будем ждать ответ. А пока хочу обратить внимание на важную деталь. На мусульманина напал не один охранник, а несколько. Вопрос, что ими двигало? Ведь понятно и исключено, что это задание руководства и их требования. Также исключено, что охранники не знали, что их действия попадают под целый ряд статей Уголовного кодекса Российской Федерации. Для нас же становится ясным, что это не что иное, как результат пропаганды СМИ. Мы будем следить за развитием событий и надеемся, что средства массовой информации изменят свою политику в отношении верующих. С вами было Общественное движение за права мусульман и я, Умар Саид. Субтитры создавал DimaTorzok